МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обстановку вокруг музея Кижи назвали сумбуром. Федеральный чиновник извинился перед коллективом. Травмы разной степени тяжести. Любители ватрушек докатались до больницы. Традиции национальной вышивки хранят современные мастера. Новости на телеканале Ника+. В студии Юлия Кучеренко. Здравствуйте. Двое детей погибли на пожаре в Челне. Он случился сегодня днем. Загорелся деревянный жилой дом. В тушении принимали участие спасатели шести пожарных частей республики. Сообщение о пожаре в Челне поступило в 12 часов 19 минут на пункт службы спасения в Пряже. Через три минуты подразделение пожарной части Челны прибыло на место происшествия. Огонь уже почти полностью охватил кровлю дома. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. В его ликвидации принимали участие дежурные караулы шести пожарных частей республики. Всего 23 человека и 8 единиц техники. Огонь потушили около двух часов дня. В сгоревшем доме обнаружили тела двух мальчиков 2009 и 2012 годов рождения. Причины пожара, виновные в гибели детей, будут установлены в результате специальной проверки. Заместитель министра культуры России Андрей Бусыгин извинился перед коллективом музея-заповедника Кижи. Обстановку вокруг смены директора музейного комплекса федеральный чиновник назвал сумбуром. Сегодня же стало известно, что экс-руководителю Кижи Эльвире Аверьяновой предложили остаться на прежнем месте работы, но в новом качестве – главного консультанта по реставрации. Зам. министра культуры страны Андрей Бусыгин прибыл в Петрозаводск, он встретился с трудовым коллективом музейщиков и дал пресс-конференцию. Андрей Бусыгин в Петрозаводске даже не одним днем. Времени еще меньше. Утром прибыл, днем уже путь обратно. На беседы с возмущенным коллективом Кижи и встречу с прессой отведены считанные часы в плотном графике московского гостя. Он все-таки подготовился и посмотрел YouTube. «Пресс-конференция в музее 24 числа 2243 просмотра». За минуты до встречи с прессой Андрей Бусыгин побеседовал с работниками музея. «Я принес извинения коллективу за тот сумбур, который возник». По сути, извиняться пришлось за кадровое назначение, которое в музейном комплексе восприняли в штыки. «Вот сейчас придет Нелидов и все, Кижам конец, полный. Но это невозможно, конечно». Бусыгин попытался успокоить коллектив и ответить на главный вопрос – почему именно Нелидов? «И министр руководствовался тем, что есть бывший руководитель республики, который имеет опыт руководства, имеет большой опыт хозяйственной работы, а Кижи нужно развивать». Экс-губернатора считают в Москве человеком, который необходим музею для развития, хозяйственник и управленец с опытом менеджер. «Дать шанс поработать. Если, скажем, Нелидов кого-то не устроил в должности губернатора, а вдруг он будет хорошим директором музея». Ну а если что, Кижи серьезно защищены ЮНЕСКО. Так на всякий случай. Никаким экспериментом якобы не порушишь. Кстати, на собеседовании, во время которого Андрей Нелидов убедил людей из Минкульта в своей эффективности на новом посту, Андрей Бусыгин отсутствовал. «Я не был свидетелем этой беседы, но, по крайней мере, этот вопрос обсуждался с Вениченко, полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. Вы знаете, я могу отвечать только на то, что идея сам был свидетелем, я знаю, присутствовал при этом разговоре. Я не присутствую, поэтому я не могу ответить». Ещё вопрос – всё же была или нет концепция развития музея у нового директора. «Я такого документа не видел». Андрей Бусыгин беседовал с журналистами скорее как дипломат, не выдавая лишнего. Решение о кадровых перестановках состоялось, и это данность. Документ подписан министром культуры, а приказы обсуждать не принято. Сам министр Владимир Мединский в этот же день давал пресс-конференцию в Москве, на которой присутствовал и глава Карелии Александр Худилайнин. Министр публично объяснил кадровое решение. «Необходим не просто опытный музейщик, это необходим опытный администратор. Человек достаточно пробивной, с энергией молодого возраста». Как стало известно, Владимир Мединский посетит Петрозаводск. Предварительно визит министра запланирован на февраль. Александр Гнетнев, Евгений Евдокимов, телеканал Ника+. Кижи – наше все. Такой страсти и отчаяния эти самые старожилы не припомнят. Активная жизненная позиция или озлобленность общества? Рассуждает Дмитрий Николаев. Здравствуйте! Такая бурная неделя вся на повышенных тонах. О чем кино? Общественность защищает Кижи. Стало у нас на земле Карельской за правило отстаивать что-то нечеловеческое, неодушевленное. Если вполне себе можно было понять защитников домов на Ленина, право есть что терять, и здорово, что стоят эти чудесные здания и радуют власть Петра Заводчан, и пикеты за Левашевский бульвар, пожалуй, вполне уместны. Строить надо в соответствии с законом. То кинотеатр Сампа, уже сметенный и доведенный до руин при попустительстве бывших депутатов, ныне заступников. Теперь Кижи, на который на минуточку еще никто не нападал. Невольно вспоминаешь о временной, исторической взаимосвязи, трагедии и фарсах. А может такая экзальтированная любовь к прошлому, тот самый клапан на Буденовке, через который выпускают пар, когда кипит разум, возмущенный нынешним. На минуточку. До свидания. Каждый день в травматологическое отделение детской республиканской больницы привозят любителей быстрой езды на ватрушках. Катание на надувных санках не требует специальной подготовки, поэтому катаются на них все кому и как не лень. Пренебрежение простыми правилами безопасности приводит к сложным переломам. В этом убедилась Ольга Пименкова. Сереже Пядину этой зимой уже не покататься на ватрушках. Да и любой другой активный вид отдыха ему противопоказан. Сложный перелом бедра. Снаружи после операции вроде бы ничего страшного, но на снимках все понятно без слов. Ему поставлена металлическая пластина, металлоостасинтез проведен. В течение двух месяцев ему нельзя будет вставать на ножку, а через полгода повторная операция удаления этой пластины. Сережа просто на полном ходу ватрушки врезался в бетонную стену. К слову, надувные санки могут развивать скорость до 40 км в час и управлять ими невозможно. Мы сначала катались на ледянках, мы до туда не доезжали, а на ватрушке меня развернуло, и я поехал задом. Я бы спрыгнул, но меня раскрутило, и я поехал задом. И с начала года таких тяжелых переломов ног, рук и черепа – 9 случаев. Плюс каждый день – одна-две травмы, с которыми отпускают домой. Все пострадавшие катались на ватрушках на необорудованных трассах. Мы решили втрем прокатиться, я и два моих друга. Мы поехали, в первый раз мы как-то развернулись и не врезались. Во второй раз я в камень въехала ногой, и меня перевернуло. В Петрозаводске только одна горка, которая соответствует всем правилам безопасности. Нет препятствий, но есть инструкторы и полоса торможения. Катание на ней стоит денег, дети ищут бесплатные варианты. Навстречу, на ледянках, вот туда катятся. С этой стороны, вот сюда катятся. По трассе. Иван Петрович уже не первую зиму безуспешно борется на кургане с саночниками. Отдельной горы для них не предусмотрено, поэтому катаются на ватрушках по лыжным спускам. Столкнуться здесь с лыжником или влететь в дерево проще простого. Такие случаи могут произойти, что и удиться могут. Скорости-то большие, скольжение очень сильное. Если мы правильно катаемся по ходу движения, они же не знают, они катаются. К следующей зиме планируют на кургане здесь появится спуск для саночников. Ну а пока особо опасные углы смягчают, например, при помощи подушек старого дивана. Это для техника безопасности. Как лыжников, так и саночников. Опасные горки есть в каждом районе города. Владик, например, любил кататься в Сулажгоре. В больницу его привезли с переломом черепа. Теперь ватрушки у него не будет. На всякий случай папа уже позаботился об этом. Задуматься о безопасности своих чат на прогулке врачи советуют всем родителям. Прежде чем купить ребенку ватрушку, подумали, нужно ли им это. И если уж вы купили ватрушку, то сходите, посмотрите, где он будет на ней кататься. Оборудованная или эта горка. А еще лучше, чтобы взрослые присматривали за детьми, пока они катаются с горок. Так и ноги будут целы, и дети довольны. Ольга Пименкова, Евгений Евдокимов. Телеканал Ника+. Новости на телеканале Ника+. Мы продолжаем. Нина Алёхина. Лауреат конкурса «Человек года Карелии» 2012 года. Директор предприятия «Карельские узоры». Единственная женщина, которая смогла сохранить предприятие народного промысла в Карелии. Карельские вышивальщицы гордятся тем, что в 1905 году на Всемирной выставке в Париже карельская вышивка была удостоена серебряной медали. Все модницы были в восторге от труда карельских мастерец. Как удержаться, сохранить предприятие и народные традиции? Подробнее в следующем материале. Этой карельской вышивке более двухсот лет. Полотенце – наш оберег, считает директор предприятия «Карельские узоры» Медвежегорские Нина Николаевна Алёхина, лауреат Республики Карелия 2012 года. Трудится она здесь 33 года. Директором стала в лихие 90-е, когда не было ни денег, ни материалов, ни надежды на будущее. Ей единственной удалось сохранить предприятие народных промыслов. Все остальные в Карелии погибли. Посмотрите, вот в этом платье собраны все и древа жизни, берегини, символы солнца. То есть это очень-очень такие древние правильные узоры. Мы в Карелии должны обязательно этот промысел сохранить. Это те узоры, традиционные для нашей местности, которые всегда являлись оберегами. Мы привыкли видеть в магазинах сувениров какие-то салфеточки, прихваточки, переднички с эмблемой карельские узоры. А это сложное производство. Здесь выпускается 200 наименований изделий. А сколько их вариантов? Директор Алёхина участвует в различных российских выставках, находя солидных оптовых покупателей. 35 медвежегорских мастериц производит продукции на 10 миллионов рублей в год. По линии России издан закон о народных художественных промыслах. Но в Карелии пока такого закона нет. В рамках вот этого закона нужно создать программу поддержки народных промыслов и ремесел Карелии. И там сказано, что государство обязано помогать в сохранении и развитии народных промыслов. Карельские законодатели далеки от этих проблем. Правда, правительство уже начало решать задачи этой отрасли. Ведь что-то надо предложить туристам, кроме маршрутов. Когда это будет? А сейчас Нина Николаевна стала одним из учредителей организации «Некоммерческое партнерство», надеясь объединить народные промыслы и ремесла Карелии. Сколько у нас умельцев? Ей удалось также войти в программу по модернизации малых предприятий республики. Впереди большое событие. В 2014 году 85 лет предприятию «Карельские узоры». Скромная ее мечта. Хоть и трудно с арендой, но открыть хотя бы маленький магазин карельской вышивки в Петрозаводске. Ведь туризм становится одним из направлений карельской экономики. Карельские узоры пользуются большим спросом на этом рынке. И в этом убедились Светлана Пушкина и Леонид Шиловский. Телеканал Ника+. Новости на сегодня все. Ищите их также и в интернете по адресу nikotifismedia.ru. А я, Юлия Кучеренко, с вами прощаюсь. Всего доброго. Читайте в свежем номере газеты «Петрозаводск» в четверг, 31 января. Зачем Нелидову нужны кижи? Или что стоит за скандальным решением министра культуры России? Захват острова или трудоустройство безработного экс-губернатора? На старт, внимание, я ваш будущий мэр. Газета «П» составила список потенциальных кандидатов на пост градоначальника карельской столицы. Онего украсит ледяной Петр Первый. Какие еще сюрпризы подготовили для горожан организаторы традиционного зимнего праздника Гиперборея? А также самые интересные городские новости, полная программа телепередач, прогноз погоды, афиша городских событий, подробный гороскоп, полезные советы. Все это вы сможете прочитать в свежем номере газеты «Петрозаводск», который поступит в продажу в четверг, 24 января.